Мы рады вас приветствовать на христианском телеканале «Импакт». Мы говорим о творчестве, о жизни в эфире программы «Влияние». И я рад представить гостю нашего эфира – это Анжелика Дядченко. Приветствую тебя! Привет, Гена! Спасибо, я рада быть здесь. Друзья, краткая визитка. Анжелика Дядченко – магистр дирижирования, бакалавр фортепиано, основатель и реген хора «ОАЗИС», профессор музыки в христианском университете и учитель музыки в хай-скул. Замужем. Супруга зовут Дмитрий, у их двое деток. 31 год они прожили в городе Сакраменто, а сейчас семья проживает в городе Сарасота, Флорида. Добро пожаловать снова в Сакраменто! Спасибо, я всегда рада быть дома. Спасибо. Анжелика, расскажи, пожалуйста, в какой семье ты такая талантливая родилась? Да, спасибо, Гена. Родилась я в христианской семье. У меня папа-мама, трое братиков и я. Одна девочка и вот трое братьев. И родилась я в семье, которые любили очень и любят Бога, служат людям. И я за это очень благодарна Богу, потому что мои родители научили меня именно так жить, служа и любя. И я так стараюсь жить свою жизнь. В каком поколении ты верующая? Со стороны папы много поколений. Со стороны мамы мой дедушка пришел к Богу в молодом возрасте, где-то в 20 лет. Он был образованным таким у нас человеком. И он покаялся в церкви и женился на моей бабушке, которая была тоже христианка. И вот так с двух сторон у нас христианская семья. И очень музыкальная. Поэтому мне это передалось с поколения в поколение, с двух сторон. Мой дедушка был со стороны мамы, даже регентом хора. А со стороны папы у меня и папа прекрасно поет. Именно дар от Бога с неба. И бабушка у меня была и солистка, и занималась очень много в церкви музыкой и многими другими. Давай уточним. Бабушка твоя еще в то время, скажи, пожалуйста, это после войны было? Да. Не было служителей, не было мужчин. У бабушки интересная история. Значит, очень интересная. Бабушку звали Нина. И после времени военного не хватало братьев. Во-первых, мужчин уже, мы знаем, было меньше. И христиан братьев не хватало. Поэтому моя бабушка ездила по деревням. И в церквях, где надо, она говорила слово, проводила музыкальное служение. Она также проводила похороны, когда некому было хоронить людей. Она пела, она была солисткой и в церкви. И очень была такая у нас миссионерка-проповедница. Так что, когда не было братьев, она всегда была готова служить. Так что вот такая у меня интересная бабушка была. Слава Богу, что у нас просто такие наставники, которые передавались. И, конечно, воспитала папу моего и других, моих дядей и тетей, любить Господа и служить. Поэтому мне просто, Господь просто благословил. И за это нельзя брать славу себе, просто отдать ее Богу, потому что это на самом деле так. Ты знаешь, когда в самом начале программы я перечислил все то, что тебе уже Господь подарил, ты магистр дирижирования и так дальше, кто-то же из твоих родных промолил тебя. Кто-то же старался. Самое лучшее, что можно передать, передали детям и внукам. За тебя заплачена большая цена, вот они в служении, они в то время. И вот сейчас ты продолжаешь это служение. Кто первый увидел в тебе талант музыкальный? Ген, ты очень правильно сказал, что это промолено, потому что это само по себе не случается. Я в это верю, потому что если у нас есть люди, которые стоят на коленях за нас, наши бабушки и дедушки, которые молятся за нас, потом наши родители, просто мы какие благословенные дети. Конечно, мы должны предложить потом свои усилия, но на самом деле это так. Значит, я сказала уже о бабушках, о дедушках моих, это были замечательные люди, любящие Бога. Но в нашей семье, где я родилась, моя мама очень любила музыку. Она тоже пианистка у нас была. И я выросла, как все говорят, ты выросла под пианино. Вот так я и помню в свое детство, что я ходила на все спевки, на все репетиции. Моя мама играла на фортепиано, потом она была дирижером руссконародного ансамбля. Даже не там. В церкви, там, это все было там еще. И я помню в свое детство просто под фортепиано, а потом за фортепиано, за скрипочкой. В 5 лет меня мама отдала в музыкальную школу. Но Господь наделил меня этим даром, слухом. Это было видно еще прямо, у меня есть записи в 3 годика, где я пою уже чистенько. Это уже тоже Божий дар. За что я Богу благодарна, потому что когда меня люди спрашивают, ну как ты слышишь там на репетиции? Я говорю, ну слышу, я слышу аккорд, я слышу все нотки, слышу, потому что Бог это подарил дар. Бог дает такие дары. И я просто всегда еще раз передаю славу Богу, потому что это, я развиваю свой талант всегда. Да, но Господь его дает. И вот моя мама. И для него. И для него, да. Твоя мама. И вот моя мамуля, она очень положила много времени. Я и трое моих братьев. Мы все закончили музыкальную школу, музыкальное образование. У меня браты на саксофоне, на трубе, на фортепиано. Да, мы все занимались вокалом. И моя мама просто посвятила свою жизнь, чтобы вложить в нас это. Я ей всегда за это благодарна. Я буду повторять и повторять, пока она живая, еще молодая. Так что я очень благодарю маму и папу, что они вложили в нас. И даже когда мы были уже в Америке, мы сейчас придем. Кстати, откуда вы приехали? Мы жили в город Майкоп, Краснодарский край. У нас там была большая церковь, и мы там служили музыкой. Была возможность служить там уже? Да, обязательно. Это был мой молодежный, ой, детский хор. Я еще маленькая была, но мои родители служили. Папа был всегда в служении, и в проповеди, и в вечере. Папа проповедник, мама музыкальный служитель. Да. В 10 лет вы приезжаете в Соединенные Штаты. Я знаю, что уже с этих юных лет ты стала активной и в Америке. В 12 лет что с тобой интересное произошло в жизни? Был интересный момент. Мне 12 лет в таком музыкальном моем становлении, можно сказать. Опять же, мы переезжаем 10 лет в Америку. Я уже на то время хорошо играла на скрипке. Я начинаю в школьном оркестре играть. Продолжаем свое музыкальное образование, потому что мама ходила на работу и говорит, что все деньги, что я зарабатывала, это все шли на уроки музыки. Вот так вот мы жили скромненько, но все, что зарабатывала мама, папа тоже работал, но она говорит, что все шло на ваши музыкальные уроки. И вот мы продолжаем. 12 лет такой яркий случай, который я помню с жизни своей, о котором вспоминали мои наставники. Мы пришли все на детский хор. Был в Первой Славянской, мы ходили в ту церковь, Первая Славянская Баптистская церковь. Я ее очень люблю до сих пор. У нас проходит там, я как помню, в подвале спевка. И не приходит наш дирижер, опаздывает. И здесь такой сидит нас много, 50 человек, детей, шум, гам. Смотрю я по времени, уже надо спевку начинать, нету дирижера. Я встала, пошла, я говорю, так, тихо, будем петь. Какая реакция была? Тебе 12 лет? Мы все пели, я не знаю. Они говорят, что ты сделаешь? Я говорю, я не знаю, вышла, сказала, мы будем петь. Я их начала распевать, мы сделали распевочки там какие-то. Приходит наш регент, он в шоке, он потом вспомнил, говорит, я не знаю. И после этого я начала ему помогать, он увидел во мне, видимо, этот талант или такое стремление, любовь к музыке и вообще, может быть, какой-то даже детский вот этот дар, лидерство. И он помог мне тоже, он потом попросил, чтобы я играла на фортепиано. И вот так вот я развивалась. Но вот такой, помню, яркий момент. Какая смелая ты девочка. И самое главное, ну, тот момент такой, что вот у тебя была возможность проявить себя, что ты тоже можешь с верстниками руководить, быть регентом. Я думаю, что тратить заново, попусту время, мы уже пришли, здесь все балуемся. Распоемся, приготовимся. И как раз будем готовы к регенту. Красивая история. Вот так вот, я всегда хотела быть учителем. Я с детства, вот я тебе еще не говорила, я с детства, что я делала, когда собиралось наше огромное родство. У нас очень классное родство, я их сильно люблю. Рассказывай. Рассказываю. Мы, что мы, мы не игрались, когда приходили к нам в гости, я играла в школу. Я их всех, моих двоюродных садила. И мы играли в школу. Они говорят, сейчас говорят, что ты нас заставляла в школу играть? Я говорю, слушай, я была маленькая, сказали бы нет. Я говорю, сами же сидели и учились. Слушали. Мне нравилось. Я раздавала им тетрадочки. Я думала, я буду учителем вообще там начальных классов. Я любила. Вот сильно я любила учиться. И до сих пор я вот до сих пор хочу еще на докторскую когда-то закончить. Но вот мне нравится учиться. Такое вот у меня всегда с детства была любовь к образованию, к учительству. Я хотела быть учителем. Так что это богом такое данное, вложенное, ну еще в DNA, как говорится, знаешь. Спасибо. Слушай, как же приятно слышать вот эти свидетельства. Что происходит в твоей жизни? 17-20 лет. Что происходит? Вот со временем я расту. Подростковое служение начинается. Опять же, мама здесь активно очень с нами занимается. Она видит нужду, что нету в церкви в это время молодежного коллектива как-то подросткового. И организуется подростковый хор, и регент нужен. И вот в 17 лет меня ставят регентом подросткового хора. Там пел мой братик Эдик, и вот я начинаем, я еще в high school, наверное, училась, 17 лет. Тебе образование какое-то было, или ты просто как от господа то, что научилась? 17 лет я уже училась, конечно, и вокалу, и фортепиано, ну privately, как и все здесь в Америке. Мы занимаемся индивидуально. С учителем. С учителем. Вот, но я всегда любила с группами заниматься. Я была в воскресной школе. Вот я благодарна нашим наставникам, которые давали нам шанс служить. Я сильно любила детей и хотела с ними заниматься. Можешь кого-то вспомнить из регентов, кто тебе вот так сказал, вот получается у тебя, давай, давай. Да, у нас был дядя Саша Ганченко, Саша Ганченко. Жалко, что его уже с нами нет, но он просто был такой, не знаю, позитивчик, и он такой классный был. Я просто смотрела на него, думаю, я хочу как он. Просто у него было столько любви и энергии к музыке, к Богу. И он мне очень запечатлелся, вот эти молодые годы. И вот в 17 лет я начинаю дирижировать ансамблем. Я помню, я выходила первый раз, и у меня тряслись руки. И я так себя в церкви первый раз, колени трясутся, но я думаю, нет, I'm okay. В 17 лет вот это был первый мой подростковый хор, с которым я начался 50-60, может 70, я не знаю, очень много. Солидный хор, я скажу. Да, детки такие классные, до сих пор я с многими друзья, они не были настолько меня младше, может на 3-4-5 лет, там 12-13, а мне 17. Но в то время это большая разница, сейчас-то уже все сравнялись. Красиво. 20 лет. Потом уже перешло, уже подростковые, они подросли, и здесь нужда молодежного хора. Вот это дядя Саша, который занимался хором, он передает, как-то мы пришли на спевку, и нужно было, не было дядя Саши. И я в это время начинаю заниматься с большим молодежным хором. В это время я уже училась в университете, то я уже чувствовала немножечко больше уверенно. Как ты почувствовала, что тебе надо учиться? Кто-то с тобой поговорил, мама говорила, ты внутри услышала. Это был трепетный подход, я не знала, что мне делать. Я очень любила музыку, но когда я пошла к канцлеру, кстати, здесь в колледже, мне сказали, you will never make it. О май гуднесс. Yes. Такое сказать человеку, у тебя никогда не получится. Ты просто никогда не заработаешь денег на этом, у тебя не получится. Музыканты, это... Ну, лучше бы денег, то неправду сказать. Ну, это правда, да. Миллионером пока рингенты не становятся. Они сказали, не то, что у тебя таланта нет, а что, ну зачем идти на музыканта, на учителя музыки, это такая плохая профессия. Его не берут канцлерами для того, чтобы садить, глушить таланты. Это true story, это правда было у нас в колледже, в local, не буду говорить где, но просто так меня разбили мою, вот я пришла домой в слезах, и помню, как сегодня сидим мы на диване, папа, мама и я, я пришла к ним за советом. Я говорю, что мне делать, на кого мне тебя рано, вот я раньше high school закончила, я хотела учиться, и в 12 лет я поставила себе цель I will graduate university, в 12 лет в 7 классе. Я знала, что я пойду в колледже, я выучусь, вот у меня было такое дерзновение и желание, поэтому это не был вопрос, буду я учиться или нет, у меня не было такого вопроса, я знала, что я обязательно закончу master's degree, это было в 12 лет моя цель. И ты представляла, что это 8-9 лет твоей жизни, и ты уже знала, что так долго? Я знала, что такое учиться, да, я хотела, я хотела с детства. Ну, хочу сказать, говори. Да, я хочу закончить мысль про маму с папой в этот момент, почему было важно. Я сидела на диване, помню, такие слезы у меня текут, и папа мне говорит с мамой в тот момент, говорит, Господь тебе дал этот дар, ты вложила уже до своих 18 лет столько времени в музыку, у тебя это очень получается, иди, не смотри назад, и Бог тебя благословит. Вот с этими словами я начала свою музыкальную, как бы, карьеру, как сказать, да, образование, с благословением родителей, и в то, что они в меня верили. Даже кто мне говорил, что у тебя не получится, и даже были такие у нас музыканты в городе, которые приехали, и у них не получалось в Америке, ну, потому что язык переучиваются, они говорят, зачем оно тебе надо, зачем тебе по музыке, иди на медсестру, иди там туда, где есть деньги. Но то, что верили в меня родители, они меня очень поддержали в тот момент, и я просто почувствовала их поддержку, и я думаю, ну, кто меня лучше знает, чем моя мама и папа, и они же мне хотят лучше. Вот этот момент тоже для меня важный, потому что сейчас у нас уже дети подрастают, тоже скоро карьеру надо выбирать, и я просто молюсь, чтобы Господь мне помог увидеть в моих детях, что Он в них вложил. И чтобы они еще и приняли от тебя. Чтобы они приняли, чтобы они могут сделать свое решение, но чтобы просто Бог дал мудрость увидеть в детях, что ценное, и что в них есть. Сегодня у нас с сыном сейчас он уже вырастает, и уже нужно будет принимать решение. Поэтому в тот момент мои родители просто дали мне золотой совет, и я им благодарна по сей день. Спасибо Господу за таких родителей, которые вдохновляют детей идти на такие серьезные подвиги в жизни, выучиться, заплатить 8 лет, ты училась, а для того, чтобы получить это образование, сейчас быть в таком служении. Во время учебы в университете ты встречаешь своего будущего супруга Диму. Скажи, пожалуйста, он-то предлагал, но ты выбирала. Почему ты его выбрала? Да, я влюбилась в моего Диму, 18 лет, 18 с половиной, он мне предлагает дружбу, и очень серьезно, он меня пригласил в ресторан, это наша была первая такая встреча, дейт, и он сказал, я тебе молюсь, ты хочешь быть моей девушкой? И мне было так, что, может быть, мы гуляли-гуляли, а потом он, он мне с первого раза сказал, ты мне нравишься, я тебе уже молюсь, и can you be my girlfriend? Это было очень серьезно, она для такого молодого человека, почему Дима, потому что я видела в нем любовь к Богу, вот это было my number one reason, это была первая причина, я знала, что он даже в те молодые годы, он на 3 года старше меня, он уже, он был лидером и с молодежью занимался, из подростковой группы, я знала, что этот человек, он любит Бога, и что если он будет любить Бога, он будет любить меня. Красиво, если он любит Бога, будет любить и супругу. Потому что, да. Кстати, вот ты сказал, как лидер он тебе нравился, ваше, сразу же после, недавно как вы поженились, вы отправляетесь в первую миссионерскую поездку, которую организовывает твой муж. Куда это было за поездка? Да, у нас в то время в нашей церкви очень началось миссионерское движение, и за что я очень благодарна Богу, что наши молодые годы не прошли только для себя, но лидерство, вот я особо благодарна Николаю Алексеевичу Бугриеву. Который в то время очень нас побуждал к миссионерской... Он сам миссионер же. Он сам миссионер был. И вот я просто смотря назад, я его уже за это благодарила, еще поблагодарю, что он помог нам, молодежи, попробовать, что такое служить другим за дверями церкви. Что такое рассказывать людям о Боге. И вот мы едем на нашу первую поездку, там был лидер, где-то, Коля Герман, если он будет слышать, это мой дядя, он был просто замечательный, он тоже сыграл очень яркую роль в то время в моей жизни, я его очень уважала и уважаю, он очень мудрый у нас. В нескольких предложениях что он сделал для тебя? Он просто собрал нас, молодежь, и он поехал с нами. Когда сейчас говорят, едьте только молодежь, нужны лидеры, нужны зрелые христиане, лидеры. Дима мой тоже брал лидерство, но мы еще были молодые. И вот были братья, которые поехали с нами, в том числе дядя Коля, и мы провели месяц тем летом в Киргизии в детском доме. Мы служили в горах, нас завезли далеко в город. Вы знали, куда вы едете? Мы знали, что мы едем в Киргизию, но мы не представляли, что нас там ждет. И что вас там ждало? Это было очень такое, после нашей американской жизни, когда мы поехали уже 22 года первый раз за границу Америки. Мы поехали в какие-то, не знаю, очень отдаленные места, по горам. Мы ехали 24 часа, и мы приехали в Киргизию в детский дом. Это было просто так трогательно. С нами Бог очень сильно работал тогда. Просто показал, что такое любить других, что такое служить деткам, у которых нет родителей. И мы с Димой и с другими, которыми мы были, мы просто влюбились в миссионерское служение. И мы понимали, что, может, Господь нас не призывает сейчас на full-time missions, но хотя бы краткосрочные поездки, нас просто загорело сердце, и мы хотели служить. И мы стали молиться, Господь, как ты можешь использовать нас? Мы еще молодые у нас, мы летом можем брать time off work, мы можем ехать. И мы именно молились об этом. И вот эта первая поездка, она просто нас зажгла. Скажу следующее, что ты, приехав после такой поездки, ты поделилась со мной, что хотела, чтобы служить людям не только в церкви, но и выходить из церкви и также служить людям. Так и организовался хор «Оазис»? В то время, да. В то время я уже училась в университете и пела там в университетских хорах и занималась фортепиано. И я просто видела, что такое серьезно посвятиться музыке. И я поняла, думаю, ничего себе, вот так вот люди прям посвящаются на это, профессионалы. Кого ты увидела? Преподавателей посвященных или студентов? И студентов, и преподавателей. На меня тоже большую роль сыграл мой профессор, с которым я потом продолжила заниматься уже и дальше. Я просто увидела, что такое вообще может быть хоровое пение, как это надо делать правильно, как этому посвящаться. И я помню, что меня сильно мотивировало, я помню, мы учили, например, на концерт, да, в университете. Мы готовимся хором, готовимся, готовимся. Так много часов отдали этому, там, полсеместра. Спели концерт? Ну, goodbye. Все, закрыли, поехали. Я думаю, почему мы не можем, мы христиане в наших церквях, почему мы опаздываем на спевки? Тяп-ляп, как бы, а, как спели, а, для Господа. У меня просто такое желание внутри появилось, почему мы не отдаем лучшее для Господа? И в то время я стала молиться, Господь, помоги мне увидеть, чем я могу служить Тебе. Как я могу служить людям? И я понимала, что уже меня Господь призывает на музыкальное служение. И я хотела, чтобы именно моя жизнь была, служила людям, и я понимала, что это уже музыка. У меня уже просто со всех сторон, я просто жила музыкой. И я сказала, Господь, помоги мне, пожалуйста, превратить мою жизнь в служение Тебе, чтобы оно сочеталось с музыкой. И Господь вложит мне на сердце организовать коллектив, достаточно маленький, который может выходить за двери церкви и говорить людям о Боге. И здесь родился, вот так родился первый наш коллектив «Оазис». Это было 16 человек. 16 человек. 16. Это было стратегически, я не хотела больше. Я хотела… То есть, каждым хористом работало, да, по 16? Они должны петь каждый за троих. Да. Я именно хотела, чтобы 4 базы было, 4 тендера, альта, сопрано. Потому что, я думаю, 16 человек, мы можем быть более мобильными. Мне хотелось, чтобы мы были мобильными. Да, да, да. Потому что у нас в церкви в то время было множество коллективов музыкальных. И очень классно. У нас были классные регента, очень красиво пели хоры. Но мне именно хотелось, чтобы мы вышли за дверь церкви и говорили людям о Боге, которые не знают Бога. Из каких церквей ты собрала людей? Как ты собирала их? В тот момент, да. В тот момент, первый год, это были в основном мои друзья, которые я знала, будут серьезно относиться. Я со всеми переговорила. Кто умеет петь, тоже позвала. Кто умеет петь, да. Мне было очень важно, чтобы человек слышал и был посвященный, чтобы у него был слух и посвящение. Не обязательно он должен быть солист. А вместе мы сделаем красивый, мы сделаем красивый продукт вместе, если мы будем посвящаться. И люди имеют хороший тонкий слух, потому что у меня было желание петь акапелла в основном. Это было стратегически, опять же, потому что я знала, что если мы будем петь на улицах, мы будем петь акапелла. Без сопровождения музыкального. Без сопровождения музыкального. Это только будут голоса. Потом мы добавляли немножко там уже сопровождением с фортепиано, оркестр, фонограммы. Но в основном 90% нашего репертуара это акапелла. Как ты увиделась, что человек посвящен? Это время надо, чтобы увидеть? В разговоре с ним и время. Время, когда человек ходил. Во-первых, те, которых я пригласила первые, я их уже знала. Проверенные люди. Проверенных людей. Это были мои друзья музыкальные, с кем мы уже служили в каком-то или в коллективе, или в большом хоре молодежном. Они у меня пели. Вот. И вот в этот момент это были эти люди. Но потом Бог так это все повел, что просто с разных церквей. Я даже, может быть, один раз в жизни делала объявление, что у нас есть места. Два раза в жизни в том году и давным-давно. А так просто люди, Бог приводил сам. В том году после пандемии пришлось. Вот. И я там вставила на инстаграм, мы ищем там баса или сопрано. Но вот за все года я почти никогда не делала объявление, не искала, потому что Бог сам посылал. Вот в правильное время звонил мне правильный человек. Он приходил, мы его прослушали, говорили, общались. И вот так у нас коллектив. Самое многое. Нас было 24 человека. Самое мало 16. Отлично. Вот. Так что просто замечательно. Да. Анжелика, спасибо огромное. Конечно, приятно слышать это свидетельство. Скажи, пожалуйста, как основатель хора, у Вас, будучи уже миссионерами, у Вас появляется желание теперь уже и хор привести на миссию. Но чтобы поехать на миссию, нужно приготовиться. Я знаю, что Вы делали такие новые вещи, которые работают, которые помогают людям и поехать, и поддержать, и так дальше. Расскажи об этом. Да. Значит, прошлый вопрос, что я не договорила. Через несколько, после года, скажем, нашего первого коллектива, Бог расширил двери. И за это время у нас люди из 13 разных церквей города. Поэтому мы прям подсчитывали даже еще в том году. У нас просто... Это просто делал Господь, потому что мы уже не были с одной церкви. Мы уже стали multi-church community. Господь лучших выбрал. 16 человек из 13 церквей. Да. Господь выбирал посвященных и любящих Бога. Посвященных. И мы могли вместе работать. Мы сделали очень много поездов вместе и остались вместе. Это все благодаря Богу. Ну, ты спросил за первый миссионер... Ну, за... Как это вообще стало все? Миссия. Почему миссия? Мы... Потому что я, как тебе уже сказал раньше, я молилась Господь, что мы можем... Чем мы можем быть полезными. И вот создается этот коллектив. И в это время мой папа говорит, тебе нужно именно на миссионерскую... Все свое внимание посвятить Господу и ехать, и проповедовать людям. Я ему говорю, папуль, ну, мне 23 года, я еще сама, я еще молодая, как бы, я еще сама. Я только замуж вышла. Я только замуж вышла, да, и так далее. И он говорит, ты не переживай, все будет хорошо, я тебе помогу с первой миссионерской поездкой. И очень много чего происходило внутри меня, была борьба. Думаю, я не могу, я молодая, что мы будем делать? А кому вообще это нужно? Кто нас будет слушать? И вот такая вот... И я просто чувствовала такую борьбу в себе. Духовная борьба. И переживание, думаю, а если у нас не получится, мы поедем, и никто не придет на эти концерты. Кому оно надо? За свои деньги. В это время мне многие говорят, кому оно надо? Кто хочет слушать вообще хор? И как вообще... И вот такая идет борьба внутренняя. Но просто у меня было очень твердое решение внутри. Но опять же здесь приходит, как бы здесь берется очень с такой духовной силой, авторитетом. Мой папа, он говорит, ты не переживай, я тебе помогу и Дима рядом. Дима мой не пел в хору, но он всегда был с нами на миссионерских поездках. Мой муж, и он брал духовное лидерство на себя, а я брала музыкальную часть на себя. А наш папа, мой папа помог нам... Вообще, что такое поехать на миссионерскую поездку? Это же вообще целое дело, да? И вообще, он ехал раньше нас, он договорил... Нас еще немножко назад. Как ехать на миссионерскую поездку? Надо куда ехать? Кому ехать? Здесь, опять же, мы молимся, приглашение с России приходит в тот первый год. Говорит, приедите, пожалуйста, к группе, у нас здесь новую церковь мы открываем, и нам так не хватает поддержки. Можете приехать, чтобы мы вышли на уровень города и что-то сделали вместе. Я в это время, тоже у меня цель, чтобы мы пели достойно Богу на профессиональном уровне, чтобы если мы вышли в город, в драм-театр, в филармонию, чтобы нас захотели слушать люди. Вот так оно все и получилось. Значит, папа мой организовал эту поездку, он поехал раньше, он проехал все locations, и мы на целый месяц в тот год уезжаем в Краснодарский край. И весь месяц у нас через день был новый концерт в разном месте. Это было все с local missionaries. То есть вы работали на репутацию по местных церквей? Обязательно. Чтобы на уровне города узнали, ух, так у нас еще и церковь есть, смотри, какой хор поет. Да, мы обязательно работали. Посмотреть, да. Да-да-да, ты все правильно сказал. Это было именно миссионеры, которые уже открывали точки. Мы не ехали куда-то просто спеть и уехать. Мы ехали туда, где есть миссионеры, которые будут работать с людьми. А наша была цель просто такая поддержать вот эту церковь. И евангелизационной также. И евангелизационной. И вот так вот у нас прошло наше лето первое с оазисом. У нас было 16 певцов, я и Дима, 18 человек. И просто Господь работал с людьми и работал с нами, с нашими сердцами. С нами работал? Как с вами работал? Во-первых, это нелегко. Поехать на месяц 18 человек. И за какие финансы? Иметь мир. А, иметь мир. Хорошо. В команде обязательно. Это же сложно. Это же надо петь каждый день. Ты служишь, ты отдаешься. Вот. И, опять же, нужно финансы на это делать. Кто будет спонсировать? Ну, никто. Мы сами. Мы покупали билеты. Сами за свой счет. Но мы этим служили Господом. Мы служили просто с отдачей и с любовью. И как бы я никогда ни разу не пожалею о том времени и этих финансах. И также мы собирали, мы делали здесь банкеты. Мы делали концерты. Это до первой или после первой? И до первой, и потом много-много лет. Когда мы делали похожие вещи. То есть вы делали банкеты, приглашали людей, чтобы приходите на ужин. Да. У нас будет вечер симфонической музыки или акапельной музыки. И у вас есть возможность пожертвовать на такой-то миссионерский проект. Куда-то вы едете. Мы так именно начали делать по этой причине. Первые наши банкеты, кто приходил, и мы даже... Это тоже надо с Верой делать, да? Думаешь, окей, мы готовим 400 мест, мы делаем ужин. 400. Вот у нас все банкеты были. Не 40, 400. Да. И мы тоже молимся. Господь, пришли людей правильных, которые поддерживают нас, которые твое служение поддерживают. И музыкальное. И знаешь, Гена, никогда не было пустого места. Просто... Слава Господу. Во всем вижу Бога. Во всем вижу Бога. Во всем вижу Бога. Потому что вот это время, которое мы хотели отдать ему летом, когда... Мы тогда всех college students были. Мы тогда учились все еще. Кто-то начинал только работать. Вот мы еще малые были, да? Еще не было детей. Поэтому мы ехали на месяц. У нас была такая возможность. Вот. И заполнялись банкеты людьми. Это все в Сакраменто благословенном нашем было. Приходили люди. Они нас поддерживали. Наше служение. И, конечно, также объединение наше. У нас есть славянское объединение Pacific Slavic Coast. Там, опять же, дядя Коля, Бугрев, Алексей... Когда ты был епископом. Да, да, да. Так что вот когда я вспоминаю это все, думаю, слава Богу, просто... И были, которые поддержали, и было желание, и было стремление. И Господь благословлял, давал желание. Ты знаешь, я представляю то, что переживали хористы. Эту радость, когда люди спасаются. Когда церковь наполняется. Когда люди воспринимают то, что вы поете. Вы приготовили для них эту пищу духовную. Потому что вы же не один раз поехали. Вы поехали 13 раз на миссию. Да. То есть расскажи, пожалуйста, где у вас была возможность, в каких странах служить для людей? Да. Мы когда закончили нашу первую миссионерскую поездку, мы вернулись, мы просто почувствовали, что мы можем этим служить Богу. И наша главная цель еще была... Мало того, что мы пели, мы хотели общаться с людьми. Вот мы заканчивался концерт. Мы спускались прямо к людям и старались засвидетельствовать. Мы это и на сцене делали, и старались лично. Это наша была просто цель рассказать людям о Боге. То есть церковь организовывает музыкальный вечер на уровне города. Да. Это было всегда на уровне города. Вы спели всю программу там полтора часа, два часа. И вы после того, как сказали аминь, спускаетесь к людям в зал. Я представляю их реакцию. И пока там кто-то заканчивает, последним словом, этот local pastor, кто там... Местный пастор. Местный пастор. Мы спускаемся к людям, и они когда выходят... А мы здесь стоим в зале... Артисты приехали. А они такие... О, артисты спустились к нам! А у нас еще вообще этого лексикона в христианском. Ну какие артисты? Мы же такие... Ну кто вам такое говорит? Ну да. А люди... Артисты спустились. И вот это момент, когда мы могли лично засвидетельствовать. О, здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Могу я вам лично рассказать о Боге? Они просто, наверное, в таком приятном шоке были. Да. И знаешь, это страшно. Это было очень страшно. И мы когда ехали, мы настраивались, что мы... Ну страшно то, что ты спускаешься и не знаешь, кто эти люди. Вот не знаешь, кто. Они же еще такие люди были, не просто люди. А мы еще молодые, а люди взрослые приходили такие интеллигентные. Они нам кучу вопросов. А мы просто молимся, Господь, дай правильные слова, говори через меня. И вот это тоже Господь работал через нас. Он просто учил нас доверяться, что я буду говорить через вас. Вы не беспокойтесь. И это мы делали так же, выходя на улицу. Мы стояли и пели. И люди подходили. Мы так просто... То есть вот эта капелла, о которой ты говоришь, вы приготовили ее. Везде можно было петь, да? На каких местах? И мне это нравилось, потому что мы могли выйти, мы могли в автобусе петь. Мы могли петь на улице на любом. И люди слушали и собирались. И мы могли свидетельствовать. А потом говорят, а у нас сегодня в 5 часов концерт. И заполнялись, я помню, столько и драмтеатров, и филармоний. Не было время, когда люди не приходили послушать. Это были неверующие люди, которые не знают о Бога. А какая наша цель вообще на земле? Если мы не делаем это, то мы просто упускаем такую возможность, чтобы людей привести к Богу. Анжелика, все-таки... Куда мы ездили? Куда вы ездили? Да, вот молодец. Ты помнишь, что я спросил, ты помнишь. Значит, куда мы ездили? Я вот хотела вспомнить, даже записала. Значит, мы два раза были в России, Абхазии, Осетии. Два лета мы провезли в Израиле, Португалию, Италию, Греции, Южная Африка, Испания. И последняя наша была поездка — это Польша. Так что... Ну и плюс Соединенные Штаты, вы по многим штатам. Мы были в Многие Штаты. В Штатах мы уже были между нашими церквями, и мы старались просто мотивировать людей, что мы можем служить через музыку. И так же мы делали... У вас тоже должен быть такой хор, как у нас, вы тоже мотивировали. Да, мы хотели просто мотивировать. Но, кстати, мы были в нескольких штатах, где собирали именно неверующих людей. Мы делали один раз Thanksgiving в Хауаи. Ну, Хауаи — да, классное место, конечно, но там были все неверующие люди, и мы делали такой банкет for Thanksgiving. У нас было там три дня off-work или off-school, и мы ездили. И так же самое в Миннесоте и Флориде — много мест. И так же самое мы старались в Америке и в Сакраменто тоже делать. Последняя поездка в Польшу почему? Почему? Потому что в Польше оказалось очень много украинцев, беженцев. И у нас есть друзья, у которых есть миссия. Они нас пригласили и сказали, пожалуйста, приедьте, помогите нам. И вот мы это лето провели в Польше, работая с украинцами-беженцами. Это было тоже просто время потрясающее. А зачем особенно эта поездка от других стран? Что много людей, которые... Ну, Польша — это вообще трогательный момент, потому что люди после войны, беженцы. И все мы знаем, какое ужасное время. Раненые души. Это разбитые судьбы, это разбитые семьи, это просто горе. Вот. И так как у нас есть миссионеры-друзья там, которые организовали все, опять же, мы ехали... Это Life Ministry, кстати, Life Poland. И они организовали очень продуктивное расписание. Две недели у нас было постоянно или мужское общение, или женское, или концерт, или выход в дома беженцев. Как они называли? Центр для беженцев, где живут прям семьями. И опять же, это было свидетельство о Боге. Это был лагерь трехдневный. И опять же, это наша цель. Зачем мы поем? Зачем мы едем куда-то? Если мы не можем рассказывать людям о Боге, то мы теряем всю цель нашего служения. Спасибо огромное за то, что вы в это очень нелегкое время были в правильном месте и с теми людьми, которые очень нуждаются в этом. Среди этого красивого списка всех стран, а ты еще называла Южная Африка. Да. Что в Африке вы могли делать? Ой, это тоже интересная история. Наши знакомые друзья переехали в Африку жить. Миссионерами? Миссионерами стали, да. Это Элла и Сергей Сельюковы. Они переехали туда жить. И здесь я получаю один раз звонок или имел, я не помню. И они говорят, Анжелика, вы очень нужны в Африке. Ну, я в этот момент такой без веры, не помолившись, ничего. Говорю, в Африке только нас не хватало. Ну, что мы можем? Сразу не пообещала, да? Нет, нет, это вообще, я сказала, absolutely not. Говорю, нет, в Африку мы точно не поедем. Во-первых, это что такое? А в Африку я сейчас повезу на оазис девочек наших. Нет, 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 я сказала, нет. Анжелика, не спеши, должна хотя бы помолиться. Но я не отвечала долго. Что такое миссионерка? Знает, как разговаривать с другими миссионерами? Да, да. Она говорит, ты очень поспешила, ты даже, наверное, не подумала. А я говорю, да, я боюсь. Я боюсь ехать в Африку. Я вообще... Ну, мне кажется, это небезопасно. Нет. Сто процентов небезопасно. Не зовите нас в Африку, мы туда не поедем. Проходит время, Господь работает с моим сердцем. И по усердию миссионеров, которые жили, говорят, жили там. Они говорят, обязательно подумай, помолись. Ну, я стала молиться. Ну, и что делаем, когда мы молимся? Господь меняет наши сердца. И со временем, это, наверное, борьба тоже долго была. Не то, что там нас позвали, кто-то, о, мы едем. Это же надо подумать, помолиться. Стоит, не стоит, как? Ну, знаешь, я тебе хочу сказать, пока я на этой теме. Мне нравится, как говорит мой муж, он очень умудрый у меня муж. И он говорит, я говорю, надо помолиться, стоит нам ехать или не стоит? Он говорит, молиться нужно, но Господь нам говорит, идите до края земли. Воля Божья благая, чтобы вы ехали проповедовать. Если у нас есть возможность, он говорит, то стоит. Он всегда так говорил. Я говорю, ну, правильно, ты говоришь, значит, надо помолиться все равно насчет Африки. И, короче, long story short, я прихожу к Оазису, рассказываю им. И они такие... Тишина. Тишина. И со временем просто, я не знаю, как Господь нас перевернул все. И мы поехали в Южную Африку, 23 человека нас было. Еще и 23 человека. Я тебе говорю, это была тоже такая поездка. Мы вспоминаем ее, наверное, самую яркую. Кому вы служили там? Одна из ярких. Мы служили местным племенам. Значит, мы поехали... По-английски? По-английски? По-английски с перевод на Зулу. Языки Зулу. Ну, по Зулу вы тоже что-то пели? Мы только одну песню выучили. Да. И мы ее всегда пели. Баба Йету. Это очень наш. Да. Баба Йету. Это очень красивая песня. Кто научил? Ну, я стала же сказать. Думаю, надо что-то спеть на их языке. Ну, и короче, мы поехали туда на миссию. Это такая базовая миссия. Опять же, мы ехали к миссионерам. Мы не ехали просто с фонаря к кому-то. Мы ехали туда, где мы знали, что работает с людьми. И наша цель то же самое. Как всегда, мы выходили к людям, пели, проповедовали и делали совместные какие-то проекты. С нами всегда был local pastor, местный пастор, миссионеры. И они просто такую программу нам сделали на каждый день. Мы в это племя едем, здесь мы едем, в эту деревню туда. И мы просто проехали очень много, большую часть Южной Африки. Как долго вы там были? Мы были там две с половиной недели. И мы еще попали в страну. Ой же, как сейчас вспомню. Значит, в Южной Африке есть еще маленькая страна. Я сейчас вспомню, я скажу. И мы попали вообще к вождю, который пригласил нас. Он сказал, вы первые белые люди, которые приехали к нам. И это была такая тоже уникальная встреча. Он собрал всех своих жён. Это было много жён. Всех своих детей. Сколько жён? Наверное, пять было. Всех жён. Я уже думал. Слушай, ну пять. Ну не одна, а два, а пять. А может и семь. И он вышел, вышел. Там все жены встали. Дети, детей много. И вот это их правительство. И они нас приняли. Они сделали такой тент. Натянули. И потом он даже нас позвал сесть в его доме. За столом? За столом. Но это не был стол. Мы сидели все на полу с вытянутыми ногами. Не было столов. Просто мы должны были сесть и вытянуть вот так ноги. И они нам приносили пищу. И когда заходили, мы не должны были поднимать голову. Это очень было много правил. Они нас научили, как себя вести, когда придёт вождь. Опять же, знаешь, говорить им о Боге вот так вот через музыку и через проповедь. Там же был миссионер, который на Зулу проповедовал. И когда, так интересно, мы там когда пели, ну мы приготовили программу на час. Поём час. Ещё. Я уже такая, всё что помним. Ещё. Я уже всем говорю, так, все готовьте соло. А, соло? Все, кто ещё не пел соло, которые вы там пели когда-то, все поёте соло. И мы там уже и акапелла. И под музыку три часа они вставали. Никто не с места, пока ваш не устал. У нас была три часа программа для них. Слава Господу. Просто это слава Богу, да. И местные миссионеры, конечно, это просто уникальные люди, которые жили там. Вот наши друзья, они пять лет прожили там. И когда начался ковид, им пришлось уехать. Скажи, пожалуйста, первое, что тебя впечатлило в поездке в Африке и что тебя расстроило? Ну, одно из того, что впечатлило и одно, что... Впечатлила меня вообще миссия, как они посвящённо живут среди людей. Они приезжают, селятся там вот среди какого-то племя. И живут так же с людьми, как... И живут с ними. Они помогают им научить их бизнесу. Они с ними пекут хлеб, они продают, они с ними делают фарминг, они выращивают овощи. Они просто живут с ними. Фермерами быть. Да, фермерами, они учат их skills. Способности. Способности всяким. Вот меня вот это очень впечатлило. Что было сложно, это мы ощутили, наверное, как никогда духовную войну. Потому что они все шаманы. Ух ты. И они очень колдуют много. И вот каждый вечер, когда начиналось колдовство, мы слышали, что начинали играть барабаны. И вот такое какое-то пение, и круговоды вокруг костра. Это происходило прямо везде, где мы были. И ты в этот момент ощущаешь просто какую-то темноту, которая наполняет воздух. Я не знаю, как это объяснить. И это было сложно. И мы просто поняли, что такое молиться и быть в присутствии Божьем всё время. И это было, конечно, сложно. Но мы, Бог нас тоже опять же учил многому. Мы не только служим людям, Бог тоже учит нас. Как, вообще, для чего мы созданы? Зачем мы поем? Проходить какие-то трудные моменты и так далее. Что бы ты посоветовала родителям, которые очень хотят, чтобы их дети были в служении? Вот как твои хористы участвуют в миссионерских служениях? Какую цену им надо заплатить? Ведь надо репетиции, поездки, инструмент, кому-то инструмент. Заплатить за школу, за учителя, поездки всякие. Что ты посоветуешь родителям? Ну, что я могу посоветовать родителям? То, что я и себе хочу советовать и советую, и молюсь об этом. Чтобы мы, во-первых, жили жизнью, которую наши дети видят. Чтобы мы были реальны. Если мы служим, чтобы наши дети видели, что мы служим с любовью. Что мы это делаем по-настоящему, не потому что нам нужно. Во-вторых, я всегда думаю очень здорово, когда мы детей берем с собой на служение. Я вот как помню, что я выросла под пьянино. И когда мои дети росли, я помню, вот как сегодня. Я думаю, когда Эричке исполнится 5 лет, Эрик мой сын, я начну заниматься детским хором. Потому что мой ребенок уже подрастает и мне нужно быть с ним. И мы 16 сейчас. Когда ему было 5 лет, я начала заниматься детским хором. Потому что я знала, что моему ребенку я нужна быть с ним в служении. Вот. Когда он подрастал, я думаю, окей, нужно здесь. Теперь он в молодежи, мой муж в молодежном служении, и мы помогаем. Сейчас я занимаю молодежным хором, где поют уже мои дети. Я думаю, что важно, чтобы мы были в служении, чтобы мы были активны. И опять, как ты сказал, жертва. Что такое вообще вложить детей? Все это жертвы, это деньги, это уроки, это постоянные репетиции, это спорт. Да, у меня дети очень спортивные, как мой муж. Это постоянно просто это деньги и время. Спасибо огромное. И так выросли мы, и так стараюсь делать я. Пусть Господь даст силы нам, всем родителям, чтобы не только зацикливаться на себе, на наших бизнесах, на наших работах, что закручивает нас, правда, очень. Вот в такой, в таком колесе, чтобы мы могли уделять детям время. Спасибо огромное. Как сейчас? Вы переехали и как в хором Оазис? Все-таки продолжаете? Да, мы продолжаем. Мы сейчас решили так, что мы хотим делать проекты. Мы можем заниматься сейчас каждую неделю, как мы обычно это делали на протяжении этих лет. Но мы сейчас молимся, чтобы Господь нам открыл дорогу. Если мы где-то Господу нужны как коллектив, потому что мы уже более основанный коллектив. Вот мы, когда ехали в Польшу, мы начали в апреле заниматься по Zoom. У нас были духовные встречи. У нас был лидер, который нас наставлял, пастор, который с нами встречался, готовил нас к поездке. Это очень, кстати, большая часть любой поездки. Это духовный наставник. Это Дима мой обычно делал. В этот раз у нас еще был один Майк, который с Life Ministry. Он с нами занимался. Мы начали заниматься по Zoom. И потом здесь Localy начала. У нас девушка очень талантливая есть, которая занималась с Оазисом вместо меня. Несколько репетиций. Потом мы занимались. У нас у всех уже Google Drive. Партии мы все раз-раз-раз выучили. И потом я приехала летом. Мы все соединили. И мы поехали на поездку. Все партии проверила и поехали. Все проверили и вперед. Потому что уже более основные. Музыканты укрепленные. Это уже не так сложно. Главное, опять же, посвящение. Деньги, время. Хотим. Спасибо огромное. Я по этой теме еще много бы хотел спросить. Куда вы все-таки не поехали. Ну ладно. Мы уйдем сейчас. 15 лет своей жизни ты посвятила... Пока Мисс 15. Ты была учителем музыки в Public School. Да. Расскажи, пожалуйста, об этом. То есть ты в Middle School, High School. Ты была директором школы. То есть это удивительно. Ты была такая молодая девушка. И ты уже так много была преподавателем. Но опять же, знаешь, Господь открывал двери. Я начала свою карьеру в Middle School. Я преподавала. Это была первая моя работа. Мне было 24 или 23 года. Я не помню. А школьники это скольки лет? С восьми, да? Это шестой, седьмой, восьмой класс. Хорошо. И я там занимался. Хор у меня. Был джаз ансамбль. Три оркестра. Бэнд. Это были начинающий бэнд. Это трубы и барабаны. И духовые. Ой, я не знаю. Это было вообще что-то с чем-то. Это два года. Но ты училась на это все? Как ты так? Да, потому что я закончила, когда бачлэрз, у меня фортепиано было и мюзик эдукейшн. И когда мы еще креденчал заканчивали полтора года после бакалавра, в этот момент меня учили всем инструментом. И всему я думаю, да как, зачем оно мне? Да я же никогда в жизни не буду заниматься оркестром. И вот, что ты думаешь. Господь знал, что ты будешь заниматься. Первым делом я занималась оркестром. Джазбенд театр. У меня был мюзикл театр. Мы делали Beauty and the Beast. Короче, это была интересная история. Это первые два года. И потом у меня появилась возможность перейти в хайскул. Меня пригласили. И пошло здесь хайскул. Это была Антилоп хайскул. Здесь в Антилопе у нас. Это было, наверное, одно из ярких лет, годов, годов. Моей жизни. Вот. И я занималась там. Я очень любила свою работу. Я просто влюблена. Почему было ярких? Почему? Интересные дети, возраст. Не знаю. Потому что мне очень нравится с подростками работать. Ага. С молодежью. У меня получается. Я могу их организовать. У нас было очень много движения. И мой хор, они росли. У моей хоры росли, росли, росли. У меня уже full time job было. Просто у меня было 8 коллективов в год. И это было классно. Я просто всегда благодарю Бога, что... И Бог также знает, что очень интересно. Опять же я молилась, говорю, Господь, как я могу через мою работу Тебе служить? У меня очень много репертуара было христианского. Я могла как-то... Я не могла проповедовать детям в паблик-школе, но я могла выбирать произведения, в которых просто Бог будет сам работать с этими детьми. Особенно на Рождество. Рождество. И вообще много spirituals, gospel. Да. И про Моисея, и про Джона, и про... Но очень много таких gospel pieces, которые именно из Библии. Спасибо огромное. Grace Family Church тебе дали возможность быть директором. За одну минутку расскажи, как ты... Да, меня пригласили быть директором христианской школы. Опять же, я переживала. Вот. И у меня был тренинг. Я летала в Пенсаколу именно на эту. И прошла, опять же, тренинг, education. И пошла была директором в школе христианской тоже, потому что мои дети уже были там. Это было тоже очень замечательное время. Прекрасная церковь. И при этой церкви была школа христианская. Это Grace Family Church. У нас была Christian School in Music Academy. Я там начала музыкальные еще добавлять. Тоже классное время. Господь так провел. Я за это очень благодарна Богу. А потом... Университет еще. Да. Потом меня пригласили в университет. И вот последние года я там преподаю разные, разные классы. Именно в сфере музыкального образования мы работаем с молодыми учителями. Готовим их к карьере музыкальной школы. Теперь ты уже работаешь с учителями. Да. Уже теперь я работаю с учителями. Это тоже классно. Потому что я вижу этих молодых 20-летних, там, 22-23 года, которые горят музыкой. Они хотят служить и хотят преподавать музыку. И мне так приятно. Я просто вспоминаю себя тоже в 20 лет, какая я была. Ты можешь понять их, потому что ты шла этим путем. Да. Мне это очень нравится. Анжелика, спасибо огромное. Мне очень приятно слышать. Расскажи о своей семье. Моя семья. Это мой муж. Его зовут Дима, опять же. Это просто огромное благословение в моей жизни. Я сказала вначале почему. Он любит Бога до сегодня. Посвященный. И надеюсь до конца жизни. Он любит меня. У нас есть двое деток Господь нам подарил. Это мальчик и девочка. Мы тоже стараемся вложить их максимально, что мы можем, с Божьей помощью. Они у меня пианисты. Девочка вокалом сейчас занимается. И они у нас спортсмены. Это уже не по моей линии. Это все мой муж. Эрик сейчас на очень классной футбольной команде играет на свой high school. Также я в нем увидела в сыне очень большой талант в таком театральном отношении. Он еще актерством занимается. И очень много как бы время тоже деткам посвящаю. Я хочу, чтобы просто увидеть в них, что Господь в них вложил и что я могу сделать, чтобы помочь им. И, конечно, молимся для детей, чтобы Господь возрождал их сердца и работал через них, когда они вырастут. Спасибо. Вырастут. Как же мне приятно тебя слышать. Я знаю, что ты очень молоденькая, но и в 30 лет ты сделала очень необычный поступок. Если можно. Для меня это было, знаете, когда я услышал это, для меня это было, слушай, почему я до такого не додумался? Это же так правильно. Никогда не поздно. Это же так правильно. Это же так надо делать. Что ты сделала на свой такой красивый юбилей? Значит, когда мне было 30 лет, и я так посмотрела на свою жизнь, думаю, с 20 до 30 лет это был такой бурный период жизни. Это были учеба, без конца это было. Детки у нас родились в это время. Это миссионерские поездки. И я знала, что это не я. Во-первых, это Бог очень работал с нами, с Димой, с моим мужем, со мной. И это было очень много людей, которые когда-то что-то в меня вложили. Я посмотрела свою жизнь, уже говоря об Америке, 20 лет, с 10 лет до 30 лет, 20 лет моей жизни. Никогда оно само по себе не получается. Кто-то в тебя что-то влаживает, кто-то тебе помогает, когда-то поднял тебя, поддержал тебя. Бывало много, что и не давали сильно там, но больше у меня моментов в жизни, когда поддерживали. Меня это в церкви в основном. И я на 30-летие позвала всех моих наставников. Мне очень хотелось... То есть ты список составила, кого позвать? Я поставила список. Сколько человек? У меня было 100 человек. 100 человек. Мы сделали такой outside party. И я просто позвала всех моих наставников. Директора воскресной школы. Это были регента. Это были пастора. Это были люди, которые просто я им очень благодарна. И мне просто так хотелось в этот момент поблагодарить моих наставников. Это были мои родители, дяди, тети и очень много людей в церкви, которые на самом деле мне помогали в моем росте. Вот я помню, что в 13 лет я так хотела воскресную школу вести. И здесь вот была у меня такая наставница Жанна Васильевна, директора воскресной школы. Она говорит, давай, Анжела, давай, давай у тебя получится. И она дала мне шанс. И у меня просто была на 7-м небе. Анжелика позвала, который опоздал. Спасибо, что вы опоздали, я смогла. Да, да, да. Позвала этого регента. Дядя Петя был там. Анжелика, какой красивый поступок. Это было классно. Какой красивый поступок. Спасибо тебе. Ты такая умница. Серьезно, я... Ой, это ладно. Я честно скажу, ты меня шокировала. Когда я услышала, я думаю, слушай, какой же человек благодарный. Ты помнишь всех. Ты... Как от тебя не благодарить. Ты знаешь, мне было... Мне хотелось очень, потому что я понимала, что я же не сама там встала и стала. Есть люди, которые постарались. Это те люди, которые мне помогли. Мы спешим. У нас всего лишь несколько минут. Да. Ты посвятила 8 лет своей жизни получить образование, чтобы так много сейчас делать и трудиться. Уже то, что мы слышали, это очень благословенная жизнь. Много свидетельств. Господь много через вас работал. Почему в нашей среде так мало людей, которые хотят получить высшее духовное образование, высшее музыкальное образование? Почему в наших церквях единицы людей? Почему? Трудно сказать. Но мне хотелось бы очень призвать нашу молодежь, чтобы мы учились, чтобы наши... Мне хочется, чтобы мои дети учились. То есть это большая цена, я так понимаю? Это большая цена. Но когда у нас есть какое-то образование, я вижу, что мы можем влиять на публику, мы можем влиять на наше окружение. Если у нас есть христианские лаера, это же вообще Америка, христианские законы. Это люди, которые стоят на этом. Если у нас есть христианские ценности, за которые мы хотим стоять, у нас должны быть люди с образованием, которые могут влиять на публику. Поэтому в музыкальном, в духовном образовании, во всем, мне очень приятно, когда я вижу молодых людей, которые именно учатся. И я бы хотела, чтобы больше нашей молодежи учились и влияли на наше общество, на американское общество, не только славянское. На славянское всегда, потому что мы сами славяне, и как-то мы ближе к этому, к этой культуре, но на американское общество. Работали в школах. Почему так мало людей, которые... Преподаватели. Я понимаю, почему, потому что это малооплачиваемо, это тяжело, но это имеет большое влияние. Еще английский тоже. Английский, да. Ты так красиво по-английски говоришь. Ну, я же 10 лет приехала, да, поэтому у меня был шанс, но... А русский какой красивый у тебя, маме и папе спасибо. Ой, спасибо, да. Но мне нравится, мне очень нравилось, я хотела не забыть свой язык. Мне нравится, что я говорю на русском, я хочу его... Иногда забываю слово тут-там, но стараюсь как бы развивать эту речь, потому что мало уже по-русски говорим, в основном по-английски. И детей учим, они тоже не хотят, но уже говорят, и тоже сын говорит, ой, мам, как классно, что я могу говорить по-русски. Спасибо огромное. А примеры жизни твоих родителей, которые ты запомнила на всю свою жизнь? Самый главный пример, я думаю, это посвящение и реальность жизни. Это не просто слова, это дела. Поддержка какая у тебя была. Поддержка. Через всю твою жизнь, папа и мама были рядом. И до сих пор. И до сих пор. Мама моя не пропустила ни одного концерта в моей жизни. Мне уже, я уже детей, у меня уже дети, мама моя всегда там. Спасибо. И мой брат, и его жена. Это вообще, я просто так, я благословена моей семьей. Анжелика, в чем счастье жизни? Счастье в единстве духа и в мире, я думаю, что если мы, если у нас есть слияние духа, например, если говорить о семье, то чтобы мы были на одной волне и могли поддержать друг друга. Если я могу поддержать своего мужа, а он увидит что-то во мне и поддержит меня, я в этом вижу большое счастье. Что мы стараемся быть, мы стараемся просто поддержать друг друга и понять друг друга, и не быть, может быть, эгоистами, или как сказать, что мы можем увидеть друг друга и поддержать. Так же самое в семье, и вот я думаю, в этом, в этом большое счастье. Спасибо огромное. Друзья, мы искренне благодарны за то, что вы смотрите христианский телеканал «Инпак». Благослови вас Господь. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok